Особое мнение на 101FM Привет Владимир Они безусловно будут связаны со снегом О чем говорит Владимир Наш гость, депутат городской думы Юрий Шлеминзон Не может выехать с парковки Ой Как говорится, да Понедельник день тяжелый Вот именно с такой историей он начинается Вот, но поскольку Юрий Львович решил, что он без машины до нас будет бежать Пока он бежит, мы об этом, конечно, поговорим А вот я уже вижу Юрия Львовича Да, мы просто хотим проанонсировать Это наш большой эфир, программа Дневной разворот Завтра, да, с 12 часов Мы будем ожидать в нашей студии Главу начальника госжилинспекции Алену Дудникову Эфир у нас был запланирован еще на прошлой неделе Но, увы, там Личные обстоятельства, ситуации со здоровьем Они не позволили, да, Алене Александровне Быть у нас на прошлой неделе Обязательно завтра будем ее ждать И в том числе ситуацию Поговорим со снегом С уборкой Юрий Львович Спасибо, Анна, да, Юрий Львович, рада вас приветствовать В нашей студии депутат Кировской городской думы Добрый день Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Регламенту и депутатской этике Здравствуйте Добрый день Добрый день Хотел начать, конечно же, с ситуации Борьба со снегом Как, Юрий Львович, думаете? Кто выигрывает этот матч? Городские власти, подрядчики В тонусе у нас погоды держат, конечно, все Службы И вы стали, видимо, тоже заложником ситуации Немножко опоздали Нет, это с парковкой связано Это не связано со снегом совершенно Парковка не почищена Да нет, там есть возможность Просто очень плотно поставлены машины И была проблема оттуда выбраться Ваша традиционная фраза, с которой мы начинаем Ну, все, что сказано здесь в эфире Является моим оценочным мнением Поэтому продолжим работу Да, ну, давайте все-таки попрошу вас дать оценку В работе подрядчиков, коммунальщиков Коммунальных служб, городских властей По поводу Я думаю, что присложившиеся Да, борьбы со снегом С падающим снегом И многочисленными, как называемые, залповыми выбросами Откуда вообще взялась эта терминология Залповый снегопад Ну, это умные люди в администрации придумали это слово Залповый СМИ это дело закрепило И так у нас сначала были залповые дожди Теперь перешли в залповый снегопад Но если мы будем это просто по-русски называть Сильным снегопадом или сильным дождем Ну, конечно, это повышенный снегопад Когда выпадает от 1,3 до месячной нормы Это, конечно, нелегко И в любой части мира, я думаю, что существует такая проблема Все равно запасы техники и людских ресурсов Они рассчитаны на такие огромные объемы выпадающего снега Считаю, что в этом году неплохо Не в самом худшем варианте идет работа Мы все же ездим большую часть времени по асфальту, даже надо сказать Сложнее с тротуарами Но я вижу, как меняется ситуация с уборкой тротуаров Рост техники для уборки, малой техники для уборки тротуара Он заметен, вот я практически каждое утро перемещаюсь Не только на автомобиле, а ногами, как говорится Пешочком? Да Насколько я помню, ГДМС в конце прошлого года Еще информировала о приобретении дополнительных техники Да, не только ГДМС, у нас и другие Сейчас есть исполнители государственного заказа Ну, заметно, что техники прибавилось Видно, что она новенькая такая относительно Да, объемы велики Сразу, конечно, очень сложно справиться Но ситуация, я думаю, что не самая худшая На прошлой неделе мы несколько раз общались с департаментом С дирекцией благоустройства Вы знаете о том, что мы по объемам вывозки снега Уже подбираемся ближе к финалу Насколько велика вероятность, что придется еще доторговывать Решать вопрос с дополнительным финансированием Нет, так она хотела решить по бюджету Поправку в бюджет нести, чтобы доторговывать Ну, через депутатов, разумеется Это все делается, конечно, да Видимо, ситуация неизбежит Если изыскивать определенные суммы администрации Не знаю, каким способом она это будет делать Но надо изыскивать и включать Ну, кроме того, у нас звучала в эфире информация о том, что Автомобили, грузовики, которые снег вывозят Они подолгу вынуждены Ну, да, потому что Придолженный вариант Снегоплавления в городе Почему-то нашей администрации был Резко отвергнут Мы поднимали этот вопрос Много лет назад Несколько лет назад Это была и осенью, на самом деле А, очередной раз, в общем Очередной раз, да И у нас есть организация, которая может выполнять эти работы Понятно, что покупать снегоплавильные станции Но мы благодаря этому могли Я не знаю, с какими объемами они, конечно, могут справиться И сколько их будет, да Но то, что мы с экологией Вопросы многие этим способом решим То есть вода будет попадать уже в канализацию Оттаяние снега Они вывозятся на площадки Которые надо потом Во-первых, специально оборудовать тканями Чтобы не проходило А потом рекультивацию надо проводить Там требования, в том числе природоохраны и прокуратуры Ну да, там достаточно немалый объем работ, которые надо проводить К сожалению, они в малом объеме проводятся Что нарушает экологию, конечно, тех мест, где у нас идет захоронение снега Я думаю, что если не в полном объеме То в каком-то объеме снегоплавильные станции Вполне бы выручили Потому что это выполняет у нас, будем говорить, большую часть объемов работы Муниципальная организация И водоканал у нас тоже муниципальная организация То есть перераспределение денег придет внутри муниципалитета Не свести, не завязать на этот проект Ну, часть денег просто на эти работы надо будет отдавать Связанной снеговой войск И отдавать водоканалу для проведения этих работ А часть останется за муниципальным предприятием А стоимость этого проекта, Юрий Львович, она как-то Проговаривалась, обсуждалась вообще, кто этим должен заняться Ну, водоканал сам может заниматься Это не глобальные цифры То есть нужна площадка, да, в первую очередь Куда будет вывозиться снег Нужно оборудование, которое будет нагреваться И плавить этот, да, снег? Да, ну, с колес идет плавление И плюс нужно водоотведение Не, ну, водоотведение, это у нас же есть система канализации И очистку, наверное, да, все-таки? Нет, да, очистка уже проходит на чистых сооружениях Оно, конечно Это идет просто в канализацию плавленный снег Ну, видимо, нужно задаться Надо принять волевое решение Поставить такое решение Ну, почему-то наша администрация как-то очень скептически Или не изучила этот вопрос в достаточной мере Или скептически Во-первых, вывозка снега Это такая штука, которая малоконтрольная на самом-то деле В нашей организации Сотрудники администрации уверяют, что они буквально каждую машину считают Да, они его удверяют Вы видели, что что-то сидит дедушка Ну, это я утрирую Я с группой господства, которую вы видели На въезде, да? На въезде, да, и ставит галочки И ставит палочки в большой амбарды к ней Да, которая потом не прошнурована и не сделана Ну, в общем, есть там вопросов достаточно много В этой части, я думаю, что если доработать хорошо контроль за вывозкой снега То объемы будут немножко другие Может быть съездить куда-то, не знаю, посмотреть Где, в каком городе есть снегоплавильная станция Вы знаете, так далеко, аж в Кирово-Чепецке В Кирово-Чепецке? Она действующая? Действующая, говорят, что действующая Может, это для меня открытие Ну, честь и хвалу нашим соседям Она одна у них, кажется, всего Не знаю, хоть какие объемы она успевает делать Ну, в Кирово-Чепецке есть такая Вы сказали, что и пешком, в том числе, передвигаетесь по нашему городу Не кажется ли вам, Юрий Львович, что вот Мода на брусчатку, она вот сейчас аукается нам в зимний период Потому что по брусчатке ходить скользко Скользко, особенно, когда по ним снега прошла То даже специально обуви Вот я хожу в трекедливой обуви утром Ну, да, есть вопросы Ну, на 24-е годы у нас почему-то больше всего объем, конечно Перейдет в асфальт вместо брусчатки Не, ну, все дело в том, что брусчатку мы кладем Не так, как бы хотелось ее Чтобы клали бы уже обсуждали с вами У нас это идет под статьей «Ремонт» А делаем новую, то есть пропускаем несколько технологических операций Из-за чего брусчатка у нас потом плывет Или вообще вылетает Это одна часть вопроса Потом мы в основном используем очень дешевую брусчатку В состав которой не входит пластификат К сожалению То есть она рушится Она хрупкая Рушится, разрушается, да Хотя технологически для проведения ремонтных работ Нашими коммунальными службами Наличие брусчатки, это, конечно, большое дело То есть мы ее сняли, сложили, обратно положили Ну, то есть экономически это намного выгоднее Но и быстрее все это делается Ну, я помню, вы высказывали, в том числе, претензии По части недостаточного основания, да, под эту брусчатку Не делая... Там не только основания, там и материалы, и все используются Во-первых, оснований вообще не делается практически Там в три слоя Она, хотя они толстые, там, до 7 сантиметров Укладку надо проводить в три слоя А потом основной слой, там должен быть геотекстиль Там должен быть СПС использоваться, когда мы щебень закладываем Чего, конечно, не делается Но это все дороже получается, да? Конечно, дороже Объемы будут сокращаться из-за этого Площадей, мы же отчитываемся по площадям Но где-то в прошлом, в 2023 году прислушались к этим вашим доводам Где-то сделали? Нет, везде у нас написано ремонт 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 У нас нет нигде слова вновь, а хотя мы делаем вновь Это на местном уровне на нашем можно решить? То есть дополнить какие-то нормативные документы? Нет, ничего не надо дополнять, надо просто посмотреть Техническое задание строительство тротуара И следить, собственно, за тем, как они работают В продолжении дорожной тематики у нас недавно стало известно О том, что еще две улицы в областном центре Планируется там организация одностороннего движения Свободы и Володарского Поддерживаете ли вы это начинание? Поддерживаю Как известно, у нас в старой части города уже несколько улиц есть на одностороннем движении Поддерживает, разгрузит трафик Может быть, даже проезжим эти улицы Они сейчас и так практически от Володарского и Свободы используются в достороннем движении Там реверсивное, будем говорить так Реверсивное движение Да, реверсивное из-за того, что лежит неубранный Ну, он убирается периодически Парковка машин идет двухсторонняя Там так не удосужились знаки поставить чёт-нечёт Хотя об этом мы уже неоднократно и на заседаниях комиссии И на заседаниях Дум говорили Но сейчас все идет проектирование в очередной раз у нас Глобальной транспортной системы нашего города Знаки не стоят И, соответственно, машины, которые контролируют правила парковки У нас в очень ограниченном объеме используются Эвакуация Вы имеете в виду паркон? У нас вообще не налажено Паркон комплекс Да, мы об этом говорим И желающих заниматься этим достаточно много Но муниципалитет почему-то откладывает всё Всё обещает Следующий год Следующий год Но мы, как видим, полторы машины в парктронах бегают Ну, то есть две с половиной на самом-то деле Я, честно говоря, давненько не видел Вот где-то только в самом начале этапе На начальном этапе их работы Служба эвакуации у нас тоже есть вопросы Вот есть соседние города, где муниципалитет В достаточно хорошем контакте с ГИБДД это делает Там специальных четыре экипажа За весь город областной Только лишь вот они на эвакуацию Да, на эвакуацию, на оформление Сейчас у нас нельзя без Автомобилей, которые, да Не город федерального подчинения У нас города из федерального подчинения Где это делают муниципальные службы Без сотрудников ГИБДД У нас внесено предложение Через депутатов О возможности пересмотра этого Пункта Наверное, уже до Государственной Думы дошло Дошло это предложение Не знаю, в какой он стадии находится То есть вообще регионам облегчить решение этого вопроса Как в Москве, в Севастополе, в Санкт-Петербурге Муниципальные инспекторы Муниципальные инспекторы Приезжают на место и решают вопросы Вопросы эвакуации Это был успех Потому что у нас, конечно, есть эвакуация Но сами видите, такие объемы просто смешные На прошлой неделе, по-моему, вы через раз администрация Да, отчитывалось, что совместный рейд был Снова с госавтоинспекцией Ну да, с центральной площади у нас как-то было 80, по-моему, автомобилей там фигурировала цифра Ну понятно, что это Ну это смешно Недостаточно И надо парковками заниматься У нас же освобождаются территории от снесенных аварийных домов Мы все говорим скверы, скверы, но надо и парковки делать Не обязательно их платные делать Они могут быть простые муниципальные парковки Ну то есть общего пользования Особенно в центральной части города Надо как-то эту проблему решать Если мы на уровне муниципалитета не строим многоэтажные парковки За которые мы можем получать Ну это мечта, конечно, да, у нас Муниципалитет не имеет таких средств Ну тогда надо каким-то другим способом решать Потому что одни парктороны поставить И не обеспечить хотя бы в какой-то мере Возможность паркинга машин Ну это неправильно будет Какие еще дополнительные меры, Юрий Львович, на ваш взгляд Могли бы облегчить дорожную ситуацию у нас в городе? Дорожная ситуация Одностороннее движение И круговое, о котором я уже говорил многократно Это, во-первых, снижает очень резко аварийность У нас нет проблемы обслуживания светофоров Вот сейчас опять у нас проблема светофора Улица Карла Маркса и Преображенской движения Бодрое идет То есть светофор не работает? Не работает, светофор это очередная Ну какой-то ремонт или что-то идет Сейчас вообще в какой стадии обсуждения Появления у нас нового перекрестка с круговым движением дополнительно? Да ни в какой Вот мы ждали Ну много чего ждали Реализацию этой задумки на перекрестке Октябрьского и Карла Маркса Но, увы, как-то это дело Насколько я помню, тихонечко заглох Могу обернуться в рассказы о том, когда я еще был депутатом областной думы Областного законодательного собрания И тогда занимался вот этим же вопросом Мне объяснили, зачем ты людям мешаешь работать Можно же оборудовать светофорные объекты Их потом обслуживать и даже все Деньги А ты все, ну построишь ты круг И дальше что? Никто не заработает Никто не заработает На обслуживание потом этих светофоров Ну, наверное, видать, тоже опять к этой теме Великие специалисты у нас, меняющиеся периодически А кто сейчас, кстати, светофоры в Кирове обслуживает, вам известно? Помните? Пермская фирма, Вижевская, не знаю При предыдущем главе администрации, я имею в виду Илью Шульгина Я помню, что контракт был с Казанской компанией Ну, это не из-за того, что наши организации, которые могут, их не устроили Я так понял, тарифы, да, расценки не устроили То есть мало показалось Да А из другого города согласились? Ну, мы видели качество работы То есть это было очень сложно их найти И справиться с нас По суткам стояли же светофорные объекты Сейчас немножко ситуация, правда, получше в этом вопросе Все-таки в очередной раз спрашиваю, по-моему, Юрий Львович Не кажется ли вам, что слишком много светофоров у нас ставится в городе? Вот они появляются, появляются У нас участки есть, где буквально через квартал Нет, ну там есть норматив Больше, чем положено их поставить невозможно Ну, вот так как это есть и федеральные программы Где деньги идут не только из бюджета области города Поэтому это эффективно используется Ничего не будешь делать, ничего не заработаешь, сами понимаете Кстати, вспомните мне Это тактика, практика никуда не исчезла На федеральном уровне обсуждался вопрос Это решение, насколько я знаю, принято дать регионам, центрам, областным центрам, краевым и так далее, республиканским Самостоятельно вводить ограничения по части передвижения транспорта в исторических центрах Ну, наверное Была такая история Я ее не очень помню Наверное, она вполне имеет право Ну, в Европе такая вещь есть Распространенная достаточно давно Распространенная, это очень большая штрафа Если ты не имеешь специальный, не оплачиваешь специальный пропуск Историческую часть Может быть, нам уже стоит подумать в этом направлении Вы же городская дума Размыслите, может быть, очертить границы исторической зоны какой-то Федерального законодательства в этой части нет Поэтому ничего сделать не можем Мы же не можем запретить даже въезд, парковку грузовых автомобилей Большого объема на территории областного центра, чего надо сделать давно Но помните, мы обсуждали, что стоянки нужно все-таки предоставлять людям Они существуют, за них платить просто надо А, они платные у нас? Конечно, паркинги не существует, их немало Хватит на все объемы, поверьте Но за это же надо платить Ну, почему-то предпочитают доезжать до собственного дома Ну да, но весь мир платит, мы решили, что там А зачем? Год этот, с 2024 начался с такой достаточно активной доли критики в адрес общественного транспорта В Кирове тема тоже нисходит, как говорится, с первых полос Правильно, потому что мы все обещания наших руководителей о том, что транспорт будет ходить до 23 часов, нигде не выдерживается Могу сказать по своему 14 округу, что это большая проблема Ну и сесть вообще в автобус, так как работает 33 маршрут, надо много хотеть и не трогать их Ну, у нас же никаких рычагов на самом деле влияния не существует в администрации Ну как, администрации из раза в раз мы разорвем с вами контракт, расторгнем И когда штраф 1 рубль, вы сами понимаете, это всем до лампочки Ну вот ваш коллега по Кировской гордуме, Михаил Кремлев, депутат, он считает, что если частные подрядчики недобросовестно выполняют свои функции То нужно их передавать АТП муниципальному предприятию А АТП чем будет работать? И при этом его поддерживать каким-то образом деньги Ну да, АТП нет Вот Михаил укажите, что да У нас таких автобусов есть, которые простаивают Незадействованы в городском движении Да Там большие проблемы у нас с АТП и с финансовым состоянием Говорят, что оно все улучшается Но почему-то все время происходит перекидка средств от муниципальных предприятий в помощь нашему АТП Ну те, которые рентабельно работают, понятно что Когда произойдет возврат средств, там сроки оговорены Где-то в ближайшие месяцы должны возвращать, за счет чего То есть АТП по большому счету занимает, да? Да, занимает, да У муниципальных предприятий Под процент кредитуется? Сейчас уже, да, хотя бы были последние требования Были включены проценты, хотя бы межбанковский общий процент Не выше уж, как в коммерческих банках Хотя бы, чтобы выплатили проценты Ага, ну все-таки в рыночных условиях живем, да? Ну да, потому что у других муниципальных предприятий будут потеряны Соответственно, ни от них дивидендов не получим Опять же, ссылаюсь на вашего коллегу Михаила Кремлева Сегодняшняя транспортная система не способна перевозить то число жителей, какое есть Ни один из подрядчиков не может полноценно выполнить свою работу Ничего из того, что было обещано в рамках развития общественного транспорта У нас в последнее время не было сделано Ну, кроме, наверное, покупки новых автобусов Покупки новых автобусов Новые автобусы, это они есть Ну вот какая-то безвыходная, очень печальная ситуация, Юрий Львович, получается Мы из года в год говорим о проблемах общественного транспорта И вроде какие-то идеи, инициативы появляются Но ничего не получается сделать? Так что ли, получается? Похоже, не получается, потому что работа с подрядчиками так ведется На тех условиях, которые выгоды нашим частным подрядчикам Они так как выгодно это муниципалитету, заказчику Боятся, что они убегут Придут другие, на самом-то деле Все это разговоры о том, что недоступны транспортные сети Ну и вообще с собой транспортной системой надо заниматься Потому что беспересадочные огромные маршруты, которые существуют на территории муниципального образования Это зло, на самом деле Нужен быть единый билет Ну, потому что, как принято во многих больших городах Есть круговое движение, и к нему радиальное движение Точки, где пересаживаются наши пассажиры Они, конечно, создают систему, что это был единый билет И тогда это все будет работать А иначе это работать не будет И в свое время такое предложение было Но по определенным политическим тему Его тогда быстренько убили Ну, у нас не пересаживающих кузлов не было еще А пробовали его? Нет, его не опробовали вообще Даже не протестировали даже Не протестировали, мы заплатили деньги, и на этом все закончилось Сейчас готовится, наверное, очередное такое дело Ну, когда оно будет внедрено, тоже пока еще непонятно Ну, мы со светофорами разобрались У нас все же готовят эту интеллектуальную систему управления светофорами Когда мы увидим четвертый этап, я не знаю На втором этапе пока платы поменяли И на этом все закончилось Ну, чтобы возможность управления Но ведь есть люди сидят, работают Ну, работают, да На Пятницкой, если не ошибаюсь, да? Следят за транспортом Ну, я так понял, что еще заказ, который выполняет Ростелеком, он так и не принят Второй этап А именно Ростелеком является подрядчиком, да, тут по прокладке сетей, установке оборудования и так далее Управление сети, да, они же уже есть на самом деле Большое Ну, благодаря этому, может, провода опять начали висеть, вы заметили Какие у нас бухты везде висят и бесконтрольные Я думаю, со стороны администрации Да, конечно, я знаю Безусловно Может, вы уже есть такой Таинландо, Вьетнам Ну, вы поднимали, да, и будете, видимо, поднимать еще этот вопрос о том, чтобы Так нельзя загаживать город и воздушное пространство Мы же не первый же год живем в нашем прекрасном городе Но эти бухты растут в диаметре от нескольких десятков сантиметров Они уже сейчас полутора метровые Большого объема висят, видать, никому не мешают Из наших чиновников Ну, несмотря на это, несмотря на это Ну, говорят, что где-то процентов 40 вообще этих проводов не учтены, которые висят Кто от этого получает пользу То есть непонятно, кто у них... То есть проходит вроде бы инвентаризация, да Ну, ее же легко провести Вы отсадили и сразу все хозяева найдутся Где-то перестанет что-то работать, да и люди объявятся Ну, да, конечно Ну, несмотря на множество... Нет, в следующий год 40% какой-то объем недополученных средств в муниципальном образовании Безусловно, да Ну, значит, кто-то их получает, они переживают Ну, и все-таки, несмотря на существование таких основополагающих проблем Мы стараемся в плане общественного транспорта внедрять что-то новое Вот у нас очередная попытка бескондукторной оплаты проезда Вседоровку, да, если не ошибаюсь Как думаете, насколько перспективно развивать все-таки бескондукторную оплату? Учитывая то, что людей не хватает, да Это же делается везде Да, мы же не можем в каждый автобус посадить Это уже как бы... Век-то у нас 21-й в календаре Не 19-й, не 20-й Обеспечить контроль за этим просто надо и все Это меньшими силами происходит Конечно, надо переходить на бесконтактную и бескондукторную часть У нас подходит время небольшой рекламной паузы Я напомню, что эта программа «Особое мнение» И беседуем мы с Юрием Шлемензоном, депутатом Кировской городской думы Председателем постоянной комиссии по местному самоуправлению Регламенту и депутатской этике Вот по поводу депутатской этики я и хочу продолжить спустя минуту Особое мнение на 101FM Продолжаем наше общение с Юрием Шлемензоном, депутатом Кировской городской думы Совсем недавно генеральный директор группы компании «Инмедиа» Роман Данилин Составил список депутатов и областного парламента, и городской думы В одном списке, вернее, попали избранники, те, которые регулярно посещают заседания А в другой список самые злостные прогульщики очутились в этом списке Вы, Юрий Львович, не оказались ни в числе ни отличников, ни злостных прогульщиков Одно, да Ну, я так понимаю, это ваша непосредственная работа, да, как председатель постоянной комиссии По депутатской этике в том числе Вот Роман, он предлагает все-таки внимательно отслеживать Не, у нас это отслеживается И надо сказать, что у нас посещаемость достаточно высокая В отличие от депутатов законодательного собрания Кировской области Да ладно У вас есть в городской думе депутаты, которые редко бывают? Ну, назовите такую фамилию На заседание А они, по крайней мере, в онлайне принимают участие А, в онлайне? Да, у нас есть возможность, они принимают участие Я знаю таких депутатов, они регулярно принимают участие в онлайне Ну, а вообще с посещаемостью, хочу сказать, что они не самые худшие Ну, вот Роман Алибертович считает, что если треть заседаний пропустил, надо уже ставить вопрос в дальнейшем Предыдущие созывы было хуже С посещаемостью намного, да Сейчас только вот командировки отдельных депутатов попадают Но с посещаемостью очень... Я уже не говорю, что там кворум всегда есть Просто их достаточно неплохо посещают У нас, когда посмотрели в зале, в трансляции же идет, вы уже видите Дырок немного совершенно А ведется ли вообще с избранниками какая-то работа, какое-то напоминание Или все негласно вроде как понимают этот вопрос Во-первых, все это... Что нужно ходить Все это понимают, но у нас есть фракции На фракциях это всегда обсуждается, насколько я знаю Вот, фракцию, в которую я вхожу, посещаемых, она самая большая Я бы не сказал, что есть проблема с посещаемостью Ну, все-таки есть доля-то разумного В этом предложении Нет, доля разумного есть Если треть пропустил и больше, то все, надо как-то решать вопрос Ну да, по крайней мере, с ним надо Находишься здесь Потому что, ну, я не вижу проблем в городской доме такого порядка с посещаемостью На самом деле Ну, слово посещаемость, конечно, знаете, посещать можно по-разному Ну да, у нас есть депутаты, которые только голосуют, но не выступают такие Тоже есть, конечно, они во всех фракциях такие есть, товарищи Вот иногда хочется, вот смотришь на человека, вроде выглядит хорошо, умный, хороший Ну вот услышать бы его еще голос, какое-то предложение Вот мне очень иногда удивляют, что там, к так называемых рейтингах депутатов Из депутатов, которые попали, на мой взгляд, я их Знаю ли их в округе, ну, может, и знаю Но то, что они выступали во время сессии Как-то так не очень заметно, на самом деле Ну, попали в округе Ну, напомним, наш городской парламент, он собирается на комиссии регулярно, да? Да, конечно У нас рабочих групп очень много Рабочие группы Рабочие группы есть как при Думе, так и при администрациях еще, там, большущее количество Ну и многие депутаты очень активно принимают участие в рабочих групп при администрации Потом депутаты входят в общественные советы муниципальных предприятий В советы директоров, извиняюсь В советы директоров муниципальных предприятий Непосредственно в управляющие органы, да, этих муниципальных предприятий Ну, в общем, вы настаиваете на том, что городская дума работает Депутаты... Ну, хочу сказать, что совсем неплохо работают Так, тут буквально... И активно достаточно многие депутаты проявляют активность вносят и законодательные инициативы, и обсуждают их, и принимают участие в публичных слушаниях, что записано в регламенте. — Кстати, недавно в январе было сообщение такое тревожное, ну, вообще у нас с мошенниками дистанционными ситуация достаточно накаленная. Было сообщение о том, что от главы города Елена Васильевна Ковалева рассылают всевозможные сообщения. Вы тут случайно не попали в список тех, кому... — Нет, я был тот, кому не пишут. — Что хотят, что просят, а как это выглядит? — Выглядит... Я думаю, что это обсуждать нет. Это уже такой способ мошенничества, который был... — Я имею в виду в рамках предостережения. Нас слушают... — Ну, депутаты как-то очень... — Многие уважаемые, хорошие люди. — Депутаты откликнулись, многие на эту дали переписки принимать участие. Между собой, конечно, обсуждать эту проблему не стоит воединого яйца, потому что не надо... Все же знают, что с ними не надо вступать ни в какие телефонные диалоги, да, хотя даже бывает, что большие руководители Центробанка у нас влипают в это дело и других организаций, которые должны все это контролировать, и силовики влипают в это дело. Ну, уж столько информации по этому вопросу доведено до всех, что не стоит лишним заниматься. — В общем, так или иначе, нужно быть на чеку. — Ну, все время надо быть на чеку. — Да, продолжать. Давайте про грядущий юбилей города немножко поговорим, хотя вот я не понимаю, юбилейный город, он ведь уже наступил, и уже хочется каких-то мероприятий и праздников. — Ну, они проходят праздники. — Вы ощущаете праздник 650 лет, юбилей Юрию Львовичу? Ну... — Тот же самый вопрос мы своим подписчикам в телеграм-канале нашим задали. 90% почти не ощущают никакого праздника. — Ну да, я думаю, что сейчас тоже как-то так все это идет. — Мы боремся со снегом, ругаем управляющих компаний там за невывезенный снег, непочищенные крыши и так далее и тому подобное. — У нас немножко времени остается, да. Можем еще поговорить немного? — Ну, давайте, потому что... — Пару минут. — Ну, потому что... — Ну, потому что вот... — Пару минут. — Пару минут. Юрий Львович, хотели, да, все-таки ваше мнение еще выслушать по поводу появления символики, да, праздничной 650-летия на упаковках, на коробках с бананами, которые недавно доставили из Аквадора. — Да, очень оригинальный способ продвижения нашего... Ну, будем говорить, это не бренда, конечно, юбилея нашего города, очень достаточно. — Ну, боготипа, да. Символики официальные. — Да. Поэтому... Ну, я думаю, что это все скоро прекратится в связи с тем, что написано, что с 5 февраля завоз бананов из Республики Эквадор по определенным мотивам Росвельхознадзора запретил, и поэтому эта акция, наверное, прекратится. И наркоконтроля уже не надо будет следить, в том числе, за такой экзотической партией бананов, которая... — Ну, слушайте, на самом деле, печальная новость, вроде только вот... — Да, первая партия... — Начало... — Тем более, она должна была распространяться на территории Российской Федерации и в... в Беларуси еще должно быть. — Да, там страны СНГ фигурировали в том числе. — Ну, в Беларуси и Беларуси. — А, эта новость, она буквально свежая, да, видимо? — Вчера. — А, накануне вчера появилась. — Да, вчера появилась, да. — То есть, в связи с обнаружением... — Многоядную муху-горбатку обнаружили. — Видите? — И вся... Воздух бананов прекращен пока. — На этом будем... — Ну, думаю, я думаю, что к 650-летию их опять повезут, и все увидят наши прекрасные логотипы. — Логотипы узнают, да. На этом, кстати, да, мы все-таки будем завершать уже наше общение. Прошу звукорежиссера иметь это в виду. Благодарю Юрию Шлемензон, депутат Кировской городской думы, был сегодня у нас в студии. Всего хорошего. — Всего хорошего, до свидания. — Удачной рабочей недели. Да, до свидания. Особое мнение на 101FM Субтитры сделал DimaTorzok